Доброго времени суток и всем хорошего настроения. Продолжаем знакомство с игрой Cyberpunk 2077 и в этом видео будем разбираться с билдом для умного оружия. В игре есть такая категория, которая отличается от других типов наличием самонаводящихся снарядов. Очень удобно, особенно когда много врагов, они пытаются окружить тебя. Умное оружие работает по принципу захвата прицельную рамку врагов, которые должны находиться достаточно близко. В этом случае можно даже стрелять по укрывшимся врагам. В свое время я нашел один из таких, пистолет-пулемет прототип Сингена версии 5. Остался им очень доволен, учитывая, что получил сразу же легендарное уникальное оружие, да еще со своими уникальными характеристиками. Подробнее, что это за оружие, где его искать, вы можете узнать из видео на моем канале, ссылочка будет в описании. Но для использования такого оружия необходимо иметь в наличии некоторые компоненты и умения. Давайте будем разбираться с этим, что нам может пригодиться. В первую очередь нужен киберимплант SmartLink, который позволяет устанавливать модуль отслеживания на умное оружие и связывать оптический имплант с системой оружия. Приобрести его можно у рипера Виктора, с ним мы ознакомимся в начале игры. Причем, после того, как вернете ему долб, то вам будет доступен для покупки легендарный вариант данного киберимпланта. Из характеристик персонажа нам понадобится всего три – сила, реакция и хладнокровие. Реакция нужна для повышения точности, маневренности и увеличения критического попадания. Сила нужна для повышения наших физических возможностей, запаса здоровья, выносливости. Хладнокровие нам, в общем-то, нужно в основном для невозбудимости, вот этой самой категории способностей. У меня на данный момент персонаж не в топе, но никто не отменяет мне подумать заранее, что и где я буду качать в будущем. Способности. Для умного оружия в первую очередь мы рассматриваем перки реакции. Карабинер. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов увеличивается на 10%. Учитывая, что я пользуюсь пистолетом-пулеметом, понятное дело, что я прокачал этот перк. Казнь. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов по врагам, чей уровень здоровья больше 50%, увеличивается на 25%. Это тоже важный перк, особенно если мы используем пистолет-пулемет или винтовку штурмовую, но автомат. В яблочек. Урон от прицельных выстрелов из винтовок и пистолетов-пулеметов увеличивается на 10%. С одной стороны может показаться, что это не подходит для умного оружия, однако захват в прицельную рамку это тоже по сути дела прицеливание. Утиная охота. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов по движущимся врагам увеличивается на 20%. Из умного оружия по движущимся врагам стрелять как раз таки удобно и вот этот перк нам точно пригодится. Соколиный глаз. Прицеливание при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов ускоряется на 10%. Это тоже очень важный параметр, потому что сведение вот этого прицела должно все таки происходить побыстрее. Желательно конечно прокачать его по максимуму, но у меня на данный момент одно очко вложено. Ритм боя. Пассивное умение. Перезарядка штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов ускоряется на 10%. Параметр нужен, особенно когда врагов много, а не окружает вас. Чем быстрее мы перезарядим обойму, тем больше шансов вышить. Именные пули. Критический урон при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов увеличивается на 30%. Понятное дело урон увеличивается, то значит это нам явно пригодится. Выстрел с дистанции. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов-пулеметов тем больше, чем дальше вы от врагов. Ну или мы от врагов. Но по сути дела я пользуюсь в основном пистолетом-пулеметом, то мне на данный момент этот перк не нужен. Однако, если вы используете винтовку штурмовую, то он пригодится. Переходим в силу в атлетику. Здесь нам пригодится восстановление. Пассивный перк, здоровье медленно восстанавливается в бою. Что касаемо здоровья, то нам может еще пригодиться эпимарфоз. Вы восстанавливаете до 70% здоровья вне боя. Вот еще интересный перк, здоровый дух. Здоровье восстанавливается на 25% быстрее, когда вы двигаетесь. Учитывая, что у нас оружие умное, мы можем перемещаться и стрелять одновременно, пули самонаводящиеся, то соответственно этот перк нам может пригодиться. Другой тоже не менее интересный перк, многозадачность. Можете стрелять в прыжке, скольжении и во время ускорения. Но я очень редко пользуюсь такими вот вещами, поэтому вряд ли я буду туда добавлять очки. Однако вы себе можете добавить. Хладнокровие, невозмутимость и вот воля к жизни. Все виды сопротивления повышаются на 5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. То есть таким образом мы повышаем защиту от различных перегревов, воздействия электричеством и так далее. Невозмутимость. Обезвреживание врага вызывает невозмутимость на 10 секунд и повышает скорость передвижения на 2%, суммируется до 3 раз. То есть прокачав в первую очередь невозмутимость, мы обезвреживаем врага и у нас, во-первых, повышается скорость передвижения на 2%, плюс к этому добавляется например воля к жизни. То есть у нас еще и повышаются все виды сопротивления на 5%. Далее можем добавить критическую ситуацию. Действие невозмутимости длится еще на 5 секунд, то есть еще на 5 секунд дольше. Есть еще быстрый кровоток. Тоже восстановление здоровья в бою и вне боя улучшается на 50% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости. То есть сработав один раз этот эффект невозмутимости, потом второй раз у нас добавляется еще быстрый кровоток. По крайней мере я так это понял. В принципе более ускоренное восстановление здоровья нам пригодится. Есть еще перк смертельная точность, который увеличивает урон от попадания в голову на 50%. Вещь нужная, но у меня очков сейчас нет, как только будут я добавлю. Есть еще один пассивный перк холодный расчет, критический урон может вызвать эффект невозмутимости с вероятностью на 25%. В принципе хороший бонус. С перками мы вроде бы разобрались. Возможно я что-то упустил, если что напишите в комментариях чего не хватает по вашему мнению для умного оружия. Но перейдем сейчас к модификациям для оружия. Они в первую очередь должны быть направлены на увеличение урона, шансы критического урона. Ну то есть на более высокую эффективность его. Что я для себя добавил. Неоновая стрела уменьшает время перезарядки на 5%. Очень полезно. Я буквально сразу поставил ее, как только получил прототип. Дальше я поставил усмиритель, который увеличивает критический урон на 8%. С одной стороны 8% вроде бы мало, но на самом деле нормально. Ослабление. Уменьшает урон от врага, по которому попал на 20% на 10 секунд. То есть эта модификация мне поможет побыстрее расправиться с противником. Хруст. Увеличивает урон на 7%. Далее можно в принципе поставить рваные раны, что позволит повысить вероятность вызвать наносящий урон эффект на 5% при попадании. С одной стороны учитывая, что здесь вот у меня взрывающиеся снаряды, то в принципе можно использовать такую модификацию. Дальше. Пробиватель. Тоже в принципе можно поставить, потому что повышает вероятность критического попадания на 3%. Насчет распылителя здесь сомневаюсь, что это мне пригодится. Тем более я все-таки, как уже говорил, больше позиционную войну веду, поэтому я их не рассматриваю. Собственно при выборе модификации ориентируйтесь на то, чтобы улучшить показатели урона того или иного оружия. Одежда. Одежду я, как правило, рассматриваю ту, которая повышает максимально уровень брони. То есть я беру, например, просто вот эту бандану, добавляю еще 2 модификации броненосца и повышаю таким образом количество хп. Но можно, например, поставить вот такой вот противогаз и выбрать для него что-то связанное, например, с повышением критического урона. Это тоже нам поможет в бою. Или вот, например, фортуна, который повышает на 15% вероятность критического попадания. В общем, в любом случае я рассматриваю варианты модификации, которые увеличивают нашу броню и увеличивают возможность нанесения критического урона. Говоря другими словами, я повышаю уровень бронированности персонажа и добавляю по возможности повышение критического урона. Опять-таки это мой выбор. Для себя вы можете выбрать другие варианты экипировки, но, скорее всего, все-таки броня, броня, еще раз броня в первую очередь. Собственно, вот таким я представляю билд для бойца с умным оружием. Если вы считаете, что можно что-то еще добавить, пишите в комментариях, будет интересно узнать об этом. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok